Как я и обещал, выпуски открытой политики продолжатся даже во время моего отпуска. И сегодня у нас 501 выпуск. Записываем мы его в замечательном городе Стамбуле, вот на этой чудесной террасе. Цветы, жара, все хорошо. Но не сказать, что так же все хорошо в нашем несчастном отечестве. Судя по всему, жители республики Башкортостан нащупали способ выражения своего недовольства той ситуации, которую за 4 года сформировал в регионе ради Хабирова и его Ватага. И этот способ народные сходы. Уподобляясь древней новгородской демократии, жители заявляют свое желание совместно обсудить и публично обсудить и осудить то, что наделал Хабиров и его дружки в республике. И пока это, конечно, выражается в недовольстве конкретных населенных пунктов, конкретных сел и деревень. За последние месяцы народные сходы прошли в селе Ишмурзино, где, кстати говоря, под горячую руку жители отправили в отставку действующего председателя местного сельсовета в селе Тимясово. Вот этот знаменитый сход аж на 7 тысяч человек, где освистали, обматерили и выгнали, в общем-то, с мероприятия целого вице-премьера Абдрахманова, который пучил там живот и махал руками. А также, например, прошел сход в селе Ишмирза. Про этот сход мало говорили и писали, но он там был. Ну и в некоторых еще селах Зауралия тоже подобные мероприятия прошли. Сейчас идет подготовка к нескольким народным сходам, тоже во многих зауральских поселениях, селах и деревнях. Такая активность не могла не напугать до младенческого поноса башкирские власти. Администрация Баймакского района, это, наверное, по указке свыше, врубила свой такой административный ресурс, оказала административное давление. Директора государственных учреждений, руководители государственных учреждений под угрозой увольнения запретили жителям села Темясово и других населенных пунктов участвовать в сходе, приходить вообще на сход запретили под угрозой увольнения. Тем самым нарушили законы Российской Федерации, нарушили конституционные права жителей. Информация уже вышла на федеральный уровень и даже попала в международные иностранные СМИ, что ужасно беспокоит Хабирова и его команду, потому что, ну, например, в Кремле уже начали морщиться. Это что такое вообще происходит в вашей там замечательной, спокойной, покорной башкирии, которая всегда была впереди планеты всей по, как бы, лояльности к властям? Ну, естественно, Хабировская команда спешно мобилизует всех своих провластных блогеров и различных лохматых публицистов, ну, на то, чтобы дискредитировать это движение, чтобы выдать его за происки вообще Запада, и эти разговоры тоже начались, что, дескать, там это вот укронацисты, оказывается, финансируют вот эти все вещи. Ужасно, конечно. Но подключают правоохранителей, которые, ну, нехотя, но пытаются сформулировать обвинения в отношении некоторых активистов, в частности, вот в селе Тимясово, вот этого инвалида-колясочника, сейчас пытаются привлечь к ответственности за то, что он вот этот вот законный народный сход провел, по мнению там властей, в виде незаконного митинга. Ну, это, конечно, предсказуемо, это должно было произойти, и это произойдет. То есть, я желаю стойкости и последовательности тем, кто занимается этим в своих родных деревнях и селах, но, пожалуй, что уже поздно властям Башкирии предпринимать вот эти все вещи, потому что народ Башкирии добрый, покладистый, спокойный, но, как говорится, медленно запрягает, но быстро едет. И народ медленно, но окончательно вынес свой приговор Хабирову и его команде. Приговор этот, на самом деле, пугающий, непригоден, не нужен, опасен и вреден. Вреден для жителей Башкирии. Вот такой вот приговор вынесен простыми, обыкновенными жителями сел и деревень, в частности, в Заурале. И все чаще звучит обидное башкирское слово «манкурт» рядом с фамилией, именем Радия Хабирова. Это уже не поправить. Это уже оседает в сознании людей, сколько ни убеждай, ни обещай, ни очерняй. И все вот это вот уже бесполезно. «Манкурт» – это приговор. Потому что кроме золота здесь есть народ, который сам золото. Однако Хабиров не был бы Хабировым, если бы не попытался извлечь конкретную личную прибыль даже из той взрывоопасной ситуации, которая сложилась в общественно-политическом пространстве в республике. Я говорю о том, что на минувшей неделе власти Башкирии заявили, что они желают отобрать у федерального центра полномочия по выдаче лицензии недропользователям. Дескать, вот федеральные власти так неправильно выдают лицензии, что это приводит к вот таким вот волнениям в Заурале, а теперь мы сами будем выдавать эти лицензии, естественно, будем выдавать тем, кому нужно. И никаких проблем не будет. Вот так сформулировали башкирские власти свои хотелки. Ну, представьте на минуточку, что полномочия по выдаче лицензии переданы вот этим всем Бардановым, Абдрахмановым и Хабировым. Представили, да? Я тоже представил эту жуткую картину и уже вижу, что вся Ишимбайская и Ереванская родня Хабирова в едином порыве возглавила золото добычу в Заурале, да? Ну, именно этим обернется в конечном итоге передача этих полномочий от федерального центра к республиканским властям. В Турции завтра выборы президента. Вот слышите, да, как кричат в мегафон и сторонники одного и второго президента, как замечательно устроена на самом деле демократия в этой не самой демократической стране. И действительно есть противостояние двух кандидатов по настоящему противостоянию. Интересно, чем это все закончится, но мы узнаем уже буквально послезавтра. Так что я надеюсь, что, конечно же, федеральный центр не пойдет на поводу у пожеланий ради Хабирова присвоить себе полномочия по выдаче лицензии на недропользование. Безусловно, путинская ватага будет посильнее и пошустрее Хабировской. Конечно же, они ничего этого Хабирову не передадут. Но действительно думать об этом не хочется, если вдруг в лапы Хабирова и его команды попадут и вот эти полномочия. Они окончательно загубят всю природу нашего родного замечательного края. В последний год властям Республики Башкортостан все труднее и труднее выдумывать и выдавать в информационное пространство какие-либо настоящие реальные достижения народного хозяйства. То рекордный урожай они сгноят буквально в полях, то новенькая дорога треснет до основания земли за которую выложено там до небес миллиардов и так далее. А то бестолковый министр сельского хозяйства поморозит сотню тысяч гектаров посевов в погоне за рекордами темпов посевной. Ну вот такие вот достижения, конечно же, они стараются там придумывать какие-то свои собственные, выдуманные, смехотворные. А в реальности достижения, конечно, весьма сомнительны. Вот, например, Республика Башкортостан вошла в число лидеров в Российской Федерации по уровню закредитованности населения и спаду покупательной способности. В Уфе, например, возникла реальная проблема с продажей недвижимости. Новостройки не продаются. Застройщики стонут, пошли на какие-то рекламные ухищрения, скидки и прочее, прочее. У людей банально нет денег. Ну, вот это одно из достижений хабировской команды. А еще вот есть такие частные, но очень яркие случаи. Например, туалет в средней школе номер 6 города Кумертау, про который мы еще сегодня будем говорить, стал худшим санитарным узлом образовательного учреждения в Российской Федерации. И вот этим, собственно, все сказано про все те сказочные успехи министра Хажина, которые нам бесконечно-бесконечно являют на каждой оперативке. Но это, безусловно, и прорыв на федеральный уровень. На минувшей неделе в Башкирии произошло феноменальное, на мой взгляд, событие. Это оправдание, реабилитация человека, который был неправомерно, незаконно осужден аж целых 64 года назад. Я говорю про Фатхулу Исхакова, этого почтенного уже в возрасте мужчину, с которым я лично встречался и брал у него интервью в процессе этих попыток оправдания. В 1959 году он был осужден на 13 лет тюремного заключения за покушение на убийство. И все оставшиеся годы после этого Фатхулу Исхаков бился за собственное оправдание. И вот случилось. Он полностью оправдан, и с него сняты вот эти обвинения, снята судимость и так далее, и так далее. В начале 2000-х годов реальный виновник того события, за которое Фатхулу Исхаков отсидел 13 лет в тюрьме, явился в правоохранительные органы, он тоже был уже к тому времени глубоким стариком, и признался в этом деянии. Даже это не убедило прокуратуру и Следственный комитет, и Минюст России в том, что Фатхулу Исхаков невиновен, и еще последующие годы он бился за вот это оправдание. Семь лет Виталий Буркин, на мой взгляд, талантливейший юрист в республике Башкортостан, помогал добиться Фатхулу Исхакову справедливости. И вот наступил этот триумф. Тяжело это было. Фатхулу Исхаков стоял в пикетах у прокуратуры, он стоял в пикетах у Следственного комитета и добивался внимания к своему делу. В конце концов, победа случилась. Ну, это особенно удивительно на фоне того, ну, абсолютного фестиваля бесправия и беззакония, который сейчас творится в Российской Федерации. Меня это удивляет, поражает и восхищает. Мои, как бы, приветы, лучи любви и поддержки Фатхулу Исхакову, команде Виталия Буркина, тем людям, которые семь лет не боялись провала, неуспеха, казалось бы, безуспешно бились за вот эту вот судьбу человека, и они добились своего. Еще раз поздравляю Фатхулу Исхакова, поздравляю Виталия Буркина, всех этих людей с тем, что они добились справедливости, они показали всем нам, что в конечном итоге все равно правда восторжествует, что справедливость существует даже в такой стране, как Россия. Мы все радуемся и торжествуем вместе с Фатхулой Исхаковым и Виталием Буркиным. Вернувшись в Россию, я, наверное, возьму интервью у Виталия, мы поговорим о деталях вот этого чудесного события. Это интересно не только юридическому сообществу, но, наверное, и простым гражданам интересно понять, как же можно добиться справедливости через 64 года. Ну, и выскажу одно свое предположение, почему же так долго прокуратура, Минюст и Следственный комитет сопротивлялись вот этому оправданию Фатхулы Исхакова. Казалось бы, все было явно, все было очевидно. Даже есть признание настоящего виновника, нужно человека оправдать. Я подозреваю, что эти ребята боялись испортить показатели, потому что, когда человека оправдывают, уже невинно осужденного, то тогда ему полагается компенсация. В случае с Фатхулой Исхаковым это многомиллионная компенсация. И, естественно, это большая черная отметка в статистику Минюста, прокуратуры и прочих правоохранительных органов. Вот они просто тупо за бабки закусились. У меня есть такое ощущение. Хотя, возможно, я и не прав. На фоне все возрастающих неприятностей и волнений в республике Башкортостан, на фоне неприятия населением их действий и решений, проходит праймерис «Единой России». И этот праймерис принимает панические и истерические формы. Люди тупо игнорируют и саботируют этот светлый аттракцион имитации демократии, а единороссы, конечно, понимая, как они нелепо выглядят на всем этом фоне, ударяются в истерику. Вот, например, все тот же город Кумертау. Как сообщает нам депутат Горсовета Кумертау Артем Ананьев, власти города поднимают на уши буквально всех. Добиваясь голосования бюджетников через госуслуги, мы публикуем вот сейчас эту переписку, которую шлют там руководителям МУПов, ГУПов, там всех-всех-всех подведомственных учреждений, детские сады, школы, больницы, студенты, преподаватели. Всех заставляют участвовать в этом мероприятии. Более того, не просто заставляют поучаствовать, а еще и шлют рекомендации, что проголосовать нужно за такого-то, такого-то, такого-то кандидата. Там списка прямо фамилий указывается. И требуют не просто проголосовать, а еще и подтвердить это голосование, прислать сканы, там прочее-прочее. То есть, ну, обратная связь, отчетность, все у единороссов поставлено на широкую ногу. Артем Ананьев, он депутат Горсовета от партии, зеленая, и он, ну, реально возмущается вот этим вот произволом политической силы, которая давлеет над жителями Кумертау. Ну, я на самом деле его понимаю, потому что, ну, он все-таки избранник народа, и надо сказать, что любые альтернативные кандидаты, кроме единороссов, это люди, которые, ну, действительно, каким-то образом, по-настоящему, прошли во власть и там что-то пытаются делать. Надо отметить, что, например, Руфина Шагапова, тоже депутат уже госсобрания от вот этой же самой зеленой партии, она никак не помогает Артему Ананьеву, она игнорирует все вот эти сообщения и прочее, хотя, ну, по логике вещей, она, будучи в другой партии, должна, в общем-то, ну, как-то возмутиться, наверное, поучаствовать в этой кампании по выявлению вот этих вот событий, которые происходят вокруг Промерс. Но Руфина Шагапова, будучи человеком глубоко провластным, конечно, в этом всем не участвует. И эта ситуация, увы, не уникальна для, там, вот, в городе Кумертау. Это по всей Башкирии происходит. Ну, что-то подобное повсеместно вообще происходит. То есть рассылки, принуждения, напоминания, рекомендации за кого-то конкретного голосовать. Ну, мне вот, например, интересно. Правда, я смотрю на это со стороны, спрашиваю, а как же жители реагируют? Ну, возмущаются, может быть, отказываются. Как правило, говорят, что нет. Люди ужасно боятся «Единой России». Они боятся, что будут какие-то неприятности у них на работе. Они машут рукой и говорят, да ладно, черт с ними, там, проголосуем, все равно мы ничего не решаем. И вот это, кстати говоря, самая пагубная позиция. Лично я, субъективно, от себя лично призываю граждан не участвовать в мероприятиях «Единой России», если они внутренне понимают, что это не их партия, что это не выражение их воли, их интересов в стране. А на самом деле, на мой взгляд, это действительно так. То есть не будем послушным скотом, не будем послушным стадом, которые принуждают к подобным решениям. Потому что потом, когда начнутся настоящие выборы, а праймерс – это такие игрушечные выборы «Единой России», потом, когда в сентябре будут выборы в госсобрании, на самом деле у вас уже не будет выбора. Вам уже сформируют вот этих вот Шамилей Валеевых, Монсонов и прочих монстров, которых выдвигает «Единая Россия» в число своих кандидатов в депутаты Государственного собрания Республики Башкортостан. И эти люди потом будут вами руководить. Они будут давать разрешение на разработку карьеров, они будут саботировать мусорную реформу, они будут вот так вот устраивать вот этот вот Техас Хабирова, весь общественный транспорт. Это все будет исходить от них. Задумайтесь об этом. Вот я призываю к этому жителей и Кумертау, и остальных населенных пунктов Республики Башкортостан.